Ты не должен забывать про лекарства и не должен перенапрягаться. Но если я не буду напрягаться, как я смогу улучшить своё состояние? И где я слышал это раньше? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить инвалидочек. Круто, Эмми, хорошая концовка, и не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Когда это мы успели распределить, кто что должен сделать? Когда я сказала, пошли, поищи, может, завалялся, где лавровый венок. Внимательнее надо быть. Ты охуела! Я пожимаю плечами. Атрин, наверное, этим... Атрин, наверное, этим заразился. Но хотя бы ничем венерическим. Похоже, что всё-таки виноват я, Эмми. Эмми смеётся из-за наших острин препирательств. Да ничего страшного, потом как-нибудь сочтёмся. Как скажешь. Вот и славно, но так что, как я смотрелась? Я останавливаю рвущиеся с языка восхитительное и потрясающее. И довольствуюсь более консервативным, весьма впечатляющим. Кажется, Эмми довольна такой оценкой. Я не упоминаю о том, насколько впечатляет, что она способна на такое, не имея ног. Но я думаю, она и сама об этом знает. К тому же, почему-то кажется, что упоминание этого только преуменьшило бы её заслуги. Рада слышать. Я-то волновалась, что немного сдала на эстафете. Но в итоге вышло неплохо, правда? Вообще-то я тут заметил, пенок. Крен не даёт мне закончить мусорь. Это что сейчас было? Он заметил. После финиша. Нехорошо. Ничего страшного. Покажись потом фельдшеру. Она говорит небрежным тоном, будто это пустякин. Но внезапно я замечаю лёгкую судорогу на её лице. Выглядит это так, словно она пытается скрыть, что ей на самом деле больно. А ещё я замечаю, что она часто дышит. Похоже, она правда поранилась. Она, по всей видимости, замечает моё беспокойство и подходит ко мне, дружески хлопая по плечу. Эй, что такое? Выглядишь обеспокоенным. Я в порядке, честно. Просто перенапряглась со всеми этими забегами, вот и всё. Да и вообще слабенькая боль меня вряд ли остановит. Да ну. Эми улыбается на мгновение, снова принимая... Принимая непобедимый и неистовый вид, как во время бега. Другими словами, становясь поразительно красивой. Вот где его кокора... Встрепенулась. Не останавливала ещё. Ладно, тогда, думаю, мне не стоит переживать. Именно так, черт возьми. Я ведь Эми и Барадзаки, самая быстрая безногая бегунья. Меня ничто не остановит. Впечатляет. Эми хихикает, а потом о чём-то вспоминает. О, пока я не забыла. Мы с Рин собираемся в следующее воскресенье устроить что-то вроде празднования по случаю победы в соревнованиях. Давай и ты с нами. То есть они заранее готовились? Ладно. Ну, начали готовиться. Обычно мы празднуем на следующий день, но так как соревнования в этот раз прошли в воскресенье, на мне висит куча домашней работы и всего такого. И наша утренняя пробежка, само собой. Ага, точно. О, кстати, твоя мама просила передать, что очень тобой гордится. И что она тебе позвонит позже вечером. Я так и думала, что это была она. Я видела её на трибунах. Так здорово, что она смогла прийти. Обычно на соревнования приходил папа. Но мама его тоже довольно неплохо заменяет. Она слегка вздрагивает, и до меня доходит, что она вся взмокла. Да и ветерок дуть начал. Я ничуть не замёрз, да и пиджак несу в руках. Поэтому, не говоря ни слова, накидываю его на плечи Эмми. Эмми удивляется, а потом улыбается мне. Ой, спасибо. Немного похолодало, кажется. Похоже на то. Не успеваю я прикинуть, правильно ли люди поймут, что я предложил Эмми свой пиджак. Как к нам подходит парень в форме кружка лёгкой атлетики. Эй, Эмми! Награждение пропустишь! Ой, точно, спасибо! Она поворачивается к нам с Рин. Но награждение можете не оставаться, оно каждый раз длится целую вечность. Да к тому же, Хисао, тебе надо засесть за домашнюю работу на понедельник. Если не хочешь сидеть допоздна. Завтра с утра на пробежку не забудь. Забудешь тут. Вот и славно. Ещё бы со мной, ведь всё время проводишь как-никак. С этими словами, она быстро машет рукой и бежит получить свои медали. Или что там сейчас вручают вместо них. Мы с Рин уходим со стадиона. Всю дорогу до женского общежития. Она думает о чём-то своём. Говорить она начинает, когда я уже собираюсь прощаться. Ты, наверное, пиджак обратно не получишь. Уверен, в конце концов, получу. Занятно. Будь что будет, да? Тебе заговорила Эми. С этими непонятными словами, она разворачивается и заходит внутрь. Блин, неужели это настолько важно? Эми было холодно и, если я не ошибаюсь, больно. Помочь ей в решении хотя бы одной из этих проблем, казалось мне, само собой разумеющимся. Хотя шансы расстаться с пиджаком насовсем всё же имеются, если Эми забудет его вернуть. В чём-то Рен всё же права. И всё равно, моих предположений недостаточно, чтобы всерьёз начать беспокоиться. В конце концов, погода становится теплее. Могу обойтись и без пиджака. Странно, я всегда считал, что ответственно отношусь к своим вещам. Во мне Эми говорила. Так она выразилась. Может, это и не так уж и плохо? Котова сёдзя. Ей. Ты же не забываешь принимать прописанное лекарство? Что-то не слышал ни одного ответа. Тебе стоит на пару дней ослабить нагрузку на сердце. От этих слов фельдшера мне даже хуже, чем от изнурительных утренних пробежек. Ослабить нагрузку на сердце? Знал же, что надо язык держать за зубами. Я опускаю глаза в пол, чувствуя себя полным идиотом. Конечно, я забывал принимать свои таблетки. Идиот! Я со всех ног убегал из своей комнаты, чтобы успеть к стадиону раньше Эми. После недавних соревнований я чувствовал вдохновение, что ли. Поэтому я бегал разминочные круги до того, как появится Эми. Но сегодня утром, во время нашей пробежки, я почувствовал небольшую боль в груди. Боль была не сильная и длилась всего секунду, но я рассказал об этом фельдшеру. Честно говоря, ничего страшного. В смысле, я продолжил бег и закончил его без происшествий. Поэтому ничего страшного. Такое чувство, будто я оправдываюсь перед фельдшером. Более того, почему я продолжил бегать после того, как почувствовал боль? Наверное, мне просто не хотелось беспокоить Эми, которая и без того выглядела взволнованной. Я не думаю, что она поняла, что случилось, но про то, как я споткнулся, явно упомянула. Это она настояла на том, чтобы я посетил фельдшера. И я чувствую себя виноватым за то, что побеспокоил её. Фельдшер печально качает головой, когда Эми выходит из комнаты. Хисо, я знаю, что сложно привыкнуть к новым обстоятельствам. Но если ты не хочешь оказаться в ещё большей беде, тебе стоит быть более осмотрительным. Ты не должен забывать про лекарства и не должен перенапрягаться. Но если я не буду напрягаться, как я смогу улучшить своё состояние? Понятия не имею, зачем я это сказал? А фельдшер, похоже, знает. И где я слышал это раньше? Он хохочет и хлопает меня по плечу. Ха, она сильно на тебя влияет. Выражение его лица снова меняется, и он опять становится серьёзным. Послушай, я не стану просить, чтобы ты не бегал по... Со всем усердием. Но это вовсе не значит, что тебе можно не пить таблетки. И уж, конечно, это не значит, что тебе следует игнорировать боль в груди. Я бы предпочёл... Обойтись без летальных исходов, пока тут работаю. Цель, как видишь, благородная, но я готов её добиваться. Не хочется этого признавать, но он прав. Про таблетки забывать нельзя. Вы правы. Извините, что заставляю переживать. А кто тут переживает? Ты же умный парень, правда? Я знаю, что ты можешь быть ответственным, Хисао. А в твоей ситуации ответственности учишься очень быстро. Знаю, знаю. Выражение его лица внезапно становится ехидным. Я гляжу бегать с Эми, тебе теперь нравится? Ха-ха-ха-ха. Ага, это и правда идёт мне на пользу. В смысле? До недавних пор я чувствовал себя гораздо хуже. К тому же, очень приятно наблюдать за Эми во время бега. Вы видели её на соревнованиях? Она была невероятна. Фельдшер кивает, широко улыбаясь. Такая уже она есть, Хисао. Я посмотрел несколько первых забегов, потом ушёл по делам. Но она мне и так всё рассказала. Между прочим, было очень мило с твоей стороны одолжить ей пиджак. Правда? Да ладно, ничего особенного. Я почти об этом забыл. И до сих пор его не забрал, кстати. Фельдшер улыбается так, будто только что пошутил. Для тебя, может и нет, но Эми уж точно тебе благодарна. И знаешь, за то, что составляешь ей компанию в утренних пробежках, она тебе благодарна не меньше. Это меня немного смущает. Конечно, она упоминала, что гораздо проще заниматься с кем-нибудь вместе. Но я никогда не думал, что делаю ей одолжение. Я думал, что это мне следует быть благодарным ей за помощь. Когда-то рядом она занимается усерднее. Если с ней бежит кто-то, кто-нибудь ещё, она старается гораздо сильнее. И даже ещё больше, если рядом именно ты. Ну, просто потому что ты это ты. И что же это значит? Блин, какой он тупой. Хо-хо, не терпится узнать, правда? Он смеётся сатанинским смехом. На самом деле, потому что ты её друг. Если бы Ринз не бегала, эффект был вот такой же. Ну, скорее всего. Но важно не это. Важно то, что ты ей очень помогаешь. Даже если сам не в курсе. И она за это благодарна. Даже если не говорит об этом. В каком смысле не говорит об этом? Эмми многого не говорит. Но я знаю её очень долгое время. Достаточно, чтобы понимать её и без слов. Признаю, я понятия не имею, о чём он сейчас говорит. По мне, Эмми вполне разговорчива. Понятно. Фельдшер внезапно понимает, что заболтался и смущённо замолкает. Короче говоря, тебе не следует отказываться от утренних упражнений. Просто вместо бега пару дней спокойно походи по дорожке. Дай себе немного отдохнуть. И принимай эти чёртовы лекарства. Я смеюсь, выходя из кабинета и врезаюсь в Эмми. Опс, прости. Ты в порядке? А что, фельдшер, сказал? Тебе надо лечь в больницу? Боже мой, это моя вина! Я тебя слишком нагружаю, да? Я ужасный человек! Она тараторит, как пулемёт. Она и правда встревожена. Я даже не ожидал, что она будет так беспокоиться обо мне, если честно. Надо её успокоить. Но как это, чёрт возьми, сделать? Я делаю первое, что приходит мне в голову. Я обнимаю её. Она немного напрягается, поэтому я глажу её по голове самым успокаивающим, на мой взгляд, манером. Эй, остынь. Я в полном порядке, слышишь? Никаких проблем. Я чувствую, как Эмми немного расслабляется, когда говорю, что со мной всё в порядке. Она обнимает меня обеими руками, будто бы проверяя, не падаю ли я замертво. Я вдыхаю аромат её волос. Чувствую запах пота или адреналина. Или она пёрнула. Запах активности. И ещё клубника. От её шампуня, я полагаю. Мне просто нужно не забывать принимать лекарства, вот и всё. Не беспокойся об этом, это не твоя вина. Ты уверен? Её голос звучит глухо. В основном потому, что её лицо прижато к моей груди. Да, я уверен. Просто нужно немного снизить нагрузку на следующие несколько дней. До меня внезапно доходит, насколько мы сейчас близко друг к другу. А ещё я осознаю, что эта близость мне очень нравится. Я чувствую, как успокаивается сердце Эмми. И пытаюсь побороть искушение прижаться подбородком к её волосам. Слава богу! Ты, конечно, заставил меня поволноваться, Хисао! Эмми, ты как, сейчас зайдёшь или через годик-годик-другой? О, прошу прощения, не помешал? Мы бросаемся в разные стороны, как ошпаренные. Эмми нервно откидывает солбоволуцы и смеётся. Ни разу! Ну, тогда увидимся позже, ладно? О, кстати, Хисао! Ммм! Принимай свои чёртовы лекарства! Значимость этой фразы она подчёркивает лёгким тычком в плечо. Да-да, обязательно! До встречи! Фельдшер вновь улыбается, словно про себя смеясь над какой-то шуткой. И машет мне рукой на прощание. По пути к себе в комнату я чувствую, как сильно горит у меня лицо. Мне надо в душ. Желательно холодный, чтобы остудить разогнавшиеся не на шутку воображение. Ааа, у него привстал. У неё такая нежная кожа. По возвращению в комнату меня ждут таблетки. Я глотаю их, не раздумывая. Не знаю, почему я не догадался, что их можно принимать после пробежек. Я почему-то решил, что их надо принимать либо сразу после пробуждения, либо не принимать вовсе. И ведь здесь ясно сказано, что принимать их следует один раз в сутки. И ни слова про точное время. Мои мысли опять уносятся к тем объятиям в коридоре. Странно, я всегда считал, что после пробежки от человека ничем приятным пахнуть не может, но... Только не от Эггин. Ей будто идёт этот лёгкий запах пота. Мне, правда, нужно остыть. Грёбаный извращенец. Как ни странно, в последнее время для меня стало обычным делом подниматься на крышу. В своей прежней школе я бы ни за что не стал этого делать. Когда мне нравилось есть в одиночестве, вернее... Нет, не совсем так. Мне нравилось быть одному. Но за людьми я наблюдать любил. Я считал, что такой уж я человек. Но, видимо, это было неверно. А ещё я считал, что я из тех людей, у кого с сердцем всё в порядке. До недавних пор. Так что я о себе многого не знаю. Вот сейчас я на крыше собираюсь пообедать вместе с парой знакомых. И, что удивительно, это девушки. Немного странно, но... С Эмми и Ирин я сдружился даже больше, чем с одноклассниками из прежней школы. В крайней мере, мне кажется, что они уж-то... Что уж они-то меня навестят. Если я вдруг попаду в больницу... Ага. Чтобы прогнать эти мысли, я сосредотачиваюсь на созерцании открывшегося с крыша вида. Дует лёгкий ветерок. И высоко в небе приятно светит солнышко. Само же небо цвета лазури без единого облачка. Погода тёплая, и в ожидании своих друзей... Я устраиваюсь поудобнее, закрываю глаза... И наслаждаюсь лучами солнца. Краем уха я слышу голоса. Кажется, заснул Ирин. Может быть, он просто притворяется, чтобы у нас возникло ложное чувство безопасности. Зачем ему это? Без понятия. И всё же ты права. Надо бы проверить, спит он или притворяется. Пнуть там или ещё что. А? Что? Эмми наклоняется надо мной и пристально всматривается мне в глаза. А, так ты всё-таки не спишь. Значит, без спинка обойдёмся. Ты заманил нас в ловушку? Ну вы вообще о чём? Эмми пожимает плечами, отчего её хвостики раскачиваются из стороны в сторону. Да я и сама не знаю. Ты, наверное, сильно устал, раз прямо здесь уснул. Хотя здесь, кажется, довольно удобно. Она плюхается рядом со мной и приступает к еде. Рин садится напротив нас, таким образом заставляя меня вполне ощутить близость сидящей рядом девушки. Если бы я её совсем не знал, то подумал бы, что она это специально. Кто знает. Стараясь пропускать большую часть беседы Рин и Эмми мимо ушей, я концентрируюсь на еде. Да так концентрируется, что у нас сегодня аж выпуск заканчивается. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.